Однако здравствуйте! Как вы, может, уже слышали, 11 марта Тверской суд начнет рассматривать по существу дело Магнитского, того самого трагически погибшего, а по версии прогрессивного человечества, трагически замученного кровавым режимом в СИЗО матросская тишина. Как это вообще возможно судить мертвого, а тем более несчастную жертву? Как заявил Уильям Браудер, владелец инвестфонда Эрмитейдж и наниматель Магнитского, этот процесс выведет Россию на принципиально новый уровень безнравственности. Даже в худшие времена сталинских репрессий, цитирует Браудер, лондонская Таймс, мертвецов никогда не судили. Правильно, не судили и сейчас не судят, потому что судить будут самого Браудера, который пока еще живее всех живых. Живчик, вон какую компанию организовал, целые немаленькие страны на рога поставил со своим фондом, Америку, к примеру. Так кто же такой этот Браудер? Вы знаете, кто этот мощный старик? Это гигант мысли, отец русской демократии. Уильям Браудер, внук Эрла Браудера, верного сталинского вождя американской компартии, в 45-м году попытавшегося эту партию распустить и затем дававший подробные показания на своих соратников комиссии Маккарти, и очевидно, не только там. Его внук, переехавший в Англию и поменявший американское гражданство на британское в конце 80-х, устроился на работу к Роберту Максвеллу, медиамагнату и большому другу Советского Союза, а также соответствующих разведок по обе стороны железного занавеса. В начале 90-х Браудер становится одним из сотен иностранных флегустьеров, наводнивших Россию с целью скупки и перепродажи катастрофически обесценившихся советских активов. В 96-м окрепший на этом деле Браудер создает вместе с основателем американского Republic National Bank Эдмондом Сафрей фонд «Эрмитейдж» для скупки акций крупнейших российских компаний «Сургутнефтегаза», «Седанка», «Транснефти», «Сбербанка», «РАО ЕС». Активно занимается гринмейлом. То есть это когда обладатель маленького пакета акций шантажирует крупную компанию, создавая ей невыносимые проблемы. Но главный интерес Браудера — это скупка акций «Газпрома» в интересах иностранных заказчиков. Собственно, вот эта деятельность и характеризуется следствием как мошенничество. Оно мошенничество и есть, стопудово. Поскольку тогда «Газпром» был дико недооценен, и поэтому существовал запрет на прямую покупку его акций иностранцами. Афера Браудера состояла в том, чтобы выдавать компании, контролируемые иностранцами, за российские. На чем, собственно, «Эрмитаж» заработал основные капиталы. При этом Браудер имел амбиции влиять на управление «Газпромом». Вошел в состав его совета директоров с целью получения доступа к стратегической информации крупнейшей российской компании. Требовал изменения ценовой политики, в частности, резкого повышения внутренних цен на газ. В 1999 году, после загадочной смерти Сафры, Браудер становится единоличным владельцем фонда. Однако с 2000-х у него начинаются неприятности. Его место в совете директоров «Газпрома» занимает Борис Федоров, бывший министр финансов, считавший Браудера жуликом. Судебные и внесудебные наезды на крупные компании оказываются безрезультатными. В 2005-м ему отказывают во въезде в Россию, а в 2007-м начинаются следственные действия по делам об уклонении от налогов. Браудер, к этому времени распродавший все свои российские активы, переориентировавший бизнес на Ближний Восток, вывозит из России всех своих российских сотрудников вместе с семьями. Кроме почему-то Магнитского. Никакого, конечно, не адвоката, а аудитора, а реального автора всех этих налоговых схем. Собственно, это его специальность. Вопрос, зачем? Зачем оставили Магнитского? Может, в качестве банального зиц-председателя? Я сидел при Александре Втором Освободителе. В конце 2008-го Магнитского арестовывают, а через год он умирает в СИЗО от сердечной недостаточности, как гласит экспертиза по причине, не надлежащей медицинской помощи. Этому предшествовали неожиданные смерти основных его подельников. В октябре 2007-го умирает посредник между Ним и Браудером, адвокат Гасанов. Сердечная недостаточность. Весной 2008-го умирает номинальный владелец одной из подставных контор в схеме Магнитского Валерий Курочкин. Подвела печень. А еще через пару недель не стало банкира Коробейникова, через которого проходили добытые из бюджета деньги. Сердечный приступ. Короче, умерли все свидетели, кто не успел сбежать. Безвременная смерть косит не только подельников. В декабре 2008-го в Лондоне умирает Борис Федоров, человек, близко знакомый с газпромовскими аферами Браудера. От инсульта. В возрасте 50 лет. А есть еще вспомнить несчастного Сафру, крайне своевременно погибшего при пожаре. Установленная причина которого – поджог. И кто же поджигатель? Кто вы, мистер Браудер? Человек, вокруг которого все, кто знал лишнее или просто сильно мешал, мрут как мухи. Человек, организовавший циклопический пиар вокруг смерти своего зиц-председателя. Британский подданный, способный в легкую заставить Америку принять антироссийский закон. По силам ли это банальному международному финансовому проходимцу? Диверсионные яды и токсины традиционно используются спецслужбами. Современные препараты, маскирующие свои действия под ненасильственные причины смерти, инфаркт, инсульт и так далее, убивают спустя несколько дней после применения, когда химическое вещество уже выведено из организма. В частности, в спецслужбах США популярен сакситоксин. Яд, добытый из морских моллюсков, следы которого не устанавливаются никакой химической экспертизы. Найти следы таких спецпрепаратов не удавалось пока нигде и никому. Однако найти следы уголовщины под толстым слоем политической демогогии вполне реально. То есть нет никакого дела покойника Магнитского. А есть дело вполне живого браудера. Есть список браудеров, в котором одни покойники. Однако до свидания.